Ну, она как бы совсем заперелась, если так. А что было первым звоночком, когда ты понял, что что-то не так? Ну, в принципе, вот с первой встречи я это и понял. Есть, блядь, пациентнер, и когда у нее появились физиологические проблемы, появился жуткий храп. Она храпела, как корабельный ревун, блядь. Она же себя называла еще типа бодипозитивщицей, да, какой-то типа. Ну, априори, да, бодипозитив, тело в позитиве, а у нее тело нихуя не в позитиве. Там она бухает, блядь, как черт, понимаешь? Дует и делает от пяти водников. Ну, то есть типа она... За день? Да. Она хуярит только так. Вот с моей стороны в Сочи, типа, у меня была куча друзей, типа, у нас была компания, там человек 15, наверное, было. Они все наркоманы и алкаши. Я бы побоялся, блядь, изменить ей. Ты че, она бы меня нахуй убила. Серьезно? Она бы меня сожрала с потрохами. Ты че? Я, ну, типа, лежал на кровати просто, типа, смотрел в потолок и все. Вот три месяца у меня так прошли. Клянусь, я себя считаю идеальным мужчиной. Не один бы мужчина с ее долбоебкой мамой не общался бы каждый день. Какая-то очень страшная семья. Ебанутая. Они вообще все конченые, честно. Я очень рад, что я сбежал оттуда. Бабушка меня в первый раз накурила. Мать не может вообще, в принципе, начать свой день без алкоголя. Она каждый день пьет пиво. Ну, она просто лежала на диване и листала в ТикТоке. Типа, вот. Ну, какие-то мозги должны появиться, да? Ну, да. После отношений с Вероникой я осознал себя геем. Я вообще не могу воспринимать женское тело больше. Папа мне сказал, да ты просто, типа, блядь, 150 килограмм ебал. Конечно, блядь, я бы тоже нахуй стал геем. У меня были депрессии, у меня были суицидальные мысли. У меня отношение к тебе поменяется, блядь. Ну все, минут 15 повыебывалась и все. Потом, любовь, два-три дня назад переехал на новую квартиру, потому что там меня избивали зэки. Я такой, типа, что это вообще за хуйня? Что ты несешь? Ты заебала меня? Опять какая-то хуйня? У нее была постоянная паранойя, что я куда-то исчезну, что я сейчас пойду со всеми поебусь в туалетах. Да и, в принципе, она очень красивая сама по себе девочка. Третья степень ожирения. Она выходила, короче, типа, за дверь, чтобы попердеть и прийти обратно. И сказала, что я там блудная кобыла, есть неадекватные просто обезьяны.